Ребята, всем привет! Добро пожаловать на канал! Сегодня я буду вам рассказывать про слова-маркеры, которые вам помогут определить, какое время использовать в английском языке. Есть много слов, которые вам будут сигнализировать, я так скажу, где-то на 90%, что это то время, про которое я вам расскажу. Всегда есть исключение, всегда вы встретите, обязательно потом услышите какое-нибудь слово, которое я назвала с абсолютно другим временем, потому что американцы, британцы и вообще люди, которые используют английский язык в повседневной речи, очень часто и делают ошибки, и эти ошибки укореняются, и как бы с точки зрения грамматики, формальной, может быть, это неправильно, но с точки зрения разговорной речи никто вас за это не будет ругать. Но, если вы пишете тест, если вы сдаете экзамен, вот когда вот эти слова, обычно люди, которые составляют тесты, вставляют их специально, чтобы проверить, знаете ли вы, что конкретно это слово указывает на конкретное время. Поэтому, если вам это важно, если вам это интересно, если вы тоже путаетесь во временах, как и 99% изучающих английский, то продолжайте смотреть это видео. Мы с вами, конечно, сегодня разберем не все 12 времен в английском, потому что я не хочу вас грузить информацией на час. Я хочу вам дать слова по основным временам. Чаще всего мы путаем прошедшее и present perfect, мы часто путаем present и present progressive, или present continuous, как его называют в британской системе грамматики, или в некоторых школах, то есть одно и то же время. Поэтому давайте начнем с самого простого present simple, время, которым мы выражаем наши ежедневные какие-то дела, привычки, расписание и так далее. Usually, обычно, I usually wake up at 8 a.m. Every day, week, etc. То есть каждый день, неделю и так далее. Often, часто, seldom, или можно сказать really, really более американское, редко. Always, всегда, never, никогда, sometimes, иногда. As a rule, как правило, as a rule, I wake up at 8 a.m., можно так сказать. Hardly ever, hardly ever, это такое более сильное выражение. Hardly ever do I sleep for 12 hours. То есть очень редко, едва ли, я когда сплю так долго. On Sunday, воскресенье. Today, сегодня. From time to time, время от времени. Итак, если вы видите эти слова и понимаете по контексту, что мы говорим про какое-то действие, которое повторяется регулярно, каждый день, оно у вас там записано в расписании, каждый понедельник, каждую среду, каждый вторник, это present simple. Следующее время у нас past simple, простое прошедшее время, в котором мы не фокусируемся на результате, ни на чем не фокусируемся, просто констатируем факт того, что что-то произошло в прошлом. Итак, слова-маркеры для этого времени. Yesterday. Вчера. The day before yesterday. Позавчера. Last week, month, year. На прошлой неделе, в прошлом месяце, году и так далее. A week, a month, a year ago. Вот это слово ago, оно вам вообще сразу должно так в голове. Опа, ago. Это past simple. То есть неделю, месяц, год назад. The other day. На днях. In 1994. In 1994, или любая точка в прошедшем. 1994, 90, 5 мая 2015 и так далее. Once. Однажды. When. Когда. И, соответственно, мы после этого when должны вставить какое-то событие в прошлом, которое нас перекинет в тот момент. At three o'clock. Если это в прошлом, если мы понимаем, что это уже было. Кстати, ребят, если вы все это хотите записаться и хотите, чтобы у вас это все осталось, мы подготовили специальную памятку. Ссылка внизу. Значит, в этой памятке, помимо времен, которые я назвала, еще есть дополнительные времена, то есть их всего семь, со словами-маркерами. Там тест на определение вашего уровня языка именно по временам. Мы сразу разделили по уровням. Там список неправильных глаголов. Что такое неправильный глагол? В past simple они не с помощью id образуются, да? Они walk, walked. А, например, put. В прошлое время тоже put. Ну, то есть, которые нужно запомнить. И сделали табличку, как образуются времена. То есть, это такой ваш гайд-мануал по английским временам. Мы поставили небольшую цену на него, совсем маленькую, чтобы просто поддержать ребят, которые составляли нас, свиньи, дизайнеров, которые работали, разработчиков. Ссылка внизу. Поэтому можете все это не записать, можете просто скачать памятку и, например, слова, которые вы не знаете, которые видите первый раз, просто там уже подписывать. Погнали слова-маркеры для future simple. Tomorrow-завтра. The day after tomorrow-послезавтра. Next week, month, year и так далее. На следующей неделе, следующем месяце, году и так далее, да? Кстати, маленькая ремарка future simple, это когда вы уверены в будущем на 90 с чем-то процентов. Когда вы на 100% уверены, когда это расписание. Мы используем другие времена, да? The train arrives at 5 p.m. Это расписание, мы уверены, это present simple. Future, мы как бы немножко... Ну, у нас нету прям 100% информации. Это не расписание, это просто, вот, не знаю. My friend will come in an hour. То есть вы как бы договорились, но как бы он так это... Ну, вы же не контролируете других людей, да? Он 90% что придет, но может быть он до меня не дойдет и придет через 3 часа, а не через час. I will see you in an hour and a half. In the 22nd century, в 22 веке. Soon, скоро, later, позже. Someday, как-нибудь в будущем. In a day, in a week, in five years, да? In something, это через. Через день, через неделю, через пять лет. In the future, в будущем. Можно еще также говорить one of these days. То есть I will visit you one of these days. И вы, наверное, уже обсуждали, что какие-то дни, когда ты можешь прийти кому-то в гости. Следующее время present progressive или present continuous. То есть то, что происходит в данный момент времени. Слова-маркеры. Now. Сейчас. Right now. Прямо сейчас. At the moment. В данный момент. Today. Сегодня. Еще такие слова-маркеры, они как предложения. Типа... Look, he is doing something. Смотри. То есть смотри, это понятно, что вот время, действия происходят прямо сейчас, и ты обращаешь чье-то внимание на него. Listen. Слушай. Listen, there's somebody fighting in the apartment next to us. Послушай, там кто-то ругается в апартаментах, которые близко к... Как это? В соседних апартаментах. Кстати, fight, to fight, это и драться, и в то же время ругаться, да? Поэтому смотрите по контексту. At this very moment, прямо сейчас, still, все еще, they are still fighting, and it's been two hours. Currently, теперь, сейчас, these days, this week, this month, this year. Всегда, когда this, когда конкретное время, это тоже у нас present progressive, constantly, постоянно. Кстати, в табличку, которая внизу, мы добавили для вас время past progressive и future progressive, то есть, когда действие идет длительное время в прошлом или длительное время в будущем, и там будут как раз вот эти вот слова-маркеры тоже. И завершим временем, которое все очень любят путать с прошедшим. Время present perfect, да? Потому что мы в нем описываем действия, которые имеют результат в настоящем, поэтому мы постоянно путаемся, что использовать. Но очень важно, что вам нужно запомнить, это то, что present perfect, да, это настоящее время. Просто мы описываем результат, который мы имеем сейчас, в зависимости от того, что было в прошлом. Как отличить от прошлого времени? Мы вот фокусируемся на том, что реально произошло. Мы не фокусируемся на каких-то деталях того действия, да, типа, если вот такой конкретный пример, I have eaten, это я не голодный мы переводим, да, я сейчас не голодный. Хотя, если посмотрим на конструкцию, там, глагол в третью форму уходит и так далее, кажется, прошедшее время. Нет, I have eaten, мы правильно переведем, я не голоден, да? А если I ate pizza for lunch yesterday, здесь нам как бы уже не так важно, мы не фокусируемся на том, сейчас ты голоден, нет? Мы фокусируемся на том, что в прошлом ты ел пиццу, уже добавляют какие-то детали действий, только они добавляются, все это уже понятно, что это past. Вот, ну и, естественно, слова-маркеры, да, всегда на них смотрим. Ever, never, just already, yet. Все помнят, да, со школы? Ever, когда-либо. Never, никогда. Just, только что. Already, уже. Yet, еще. Recently, недавно. Lately, в последнее время. Before, до этого. Always, всегда. So far, на сегодняшний день. At last. Наконец-то. It's the first time. Впервые. All my life. Всю мою жизнь. Или что там? All my life, all morning. И так далее, когда какой-то продолжительный период, и именем результат сейчас. На этом у меня все, ребят. Это сложно, времена это сложно, времена нужно постоянно повторять. Очень рекомендуем скачать памятку, распечатать, как формируются времена. Вот эти вот все слова всегда держать под рукой, и всегда, естественно, смотреть на контекст. Эти слова для вас маркеры, они у вас должны включить в голове понимание, так, скорее всего, это время, но дай мне, пожалуйста, перепроверить контекст, чтобы я точно был уверен, что я иду по правильному пути. И тогда вам будет намного легче определять, что это за время. Ссылка на памятку внизу, если не подписаны еще на этот канал, красная кнопка внизу. Ставьте лайк этому видео, если оно вам полезно, и, как обычно, в комментариях предлагайте темы. Для следующих видео по английскому языку, что для вас нужно разобрать. А мы с вами совсем скоро встретимся. Пока-пока.